Почему славянская жительство допустило кодирование своих правителей? Почему без борьбы оставили свой народ так, да? Свою землю. Почему с легкостью позволили уничтожить себя? Почему не борься с темными жрецами? У них... Ну, понятно. Знаете, этот вопрос мне задают много раз. Вот эти люди, они почему-то думают, что жительство – это что-то такое, это чисто, так сказать, придуманное. Жрец – это должен был там и по потолку бегать, и летать, и не обильян-то его не берет, и ножка его не колет, не режет. Я у одного жреца приведу сейчас пример, который пытался влиять. Знаете Гришу Распутина? Вот, вот, как его только не поливают. Да, это был венический жрец. Даже он не был жрецом, он не был волхом, он был подворник, только подворник. Но его хватило, чтобы держать царя за глотку, держать его как надо, и заставлять его делать то, что надо для России. Пока он был жив, придурок наш Николай II не стал, не воевал ни с кем. Ему Гриша говорит, не вздумай с твоим братом двоюродным воевать, ты погубишь Россию, погубишь брата. То есть ни в коем случае нельзя было Николаю II вступать в союз с Антантой, с Британией, и воевать против Германии, против Вильгейма. Говорил ему Гриша, объединяйся с братом против Британии, сокруши эту всю Британскую империю. Говорил же, пытался бы влиять, воздействовать. Ну и что? Да, его убивали, еле-еле убили, да, все он владел своим гигантским знанием, владел своим телом, все это так. Он ему волхом, но только подворник, которому отправили для дела. Дали ему задание, и он с этим заданием справился. Все, что мог, он сделал. Ну и что тут? Вы знаете, у кого грязь его, блин, не с ног до головы? Бедного Гришу. Что он там всех там женщин перетрахал, уж простите меня за такую грубость, да? Что он там до царицы добирался. Все это красивые сказки. Все это масонские бредни. Я читала одну женщину, она ей перестойте, она старушкой написала. Говорит, вот был случай, когда Гриша мне помог. И я была самой красивой, считалась, красной женщиной вообще в Питере. Я была молода и очень красивая. И за мной вертелись графы и князья. Вот она тоже дворянского рода. Но у меня лежала в приспатье моя сестра. Она лежала в Киеве. Но у нас должна быть операция сложная. И она могла умереть нехуй просто. Я пришла к Гришу и говорю, слушай, Григорий, помоги. Можешь спасти мою сестру? Вот ее фотографии. Показала ей фотографию. А ты можешь располагать моим телом. Что хочешь, что с ним и делай. Я тебе заплачу за свою сестру, за жизнь своей сестры. Он у меня посмотрел, вздохнул и говорит, глупая девочка, чего ты несешь? Зачем мне твое тело? Ты что, с ума сошла? Ты за кого меня принимаешь? Лучше сядь и отдохни, посмотри, что будет со мной. Будет мне плохо, поможешь. Подошел, как устал, взял фотографию. И потом зашитался, он стал белый, как полотно. И я бросился, он стоял на ногах, потом вздохнул, усыпал в кресло. Но я теперь отдал всю свою энергию ей. Может быть, она выжила. Надеюсь, она должна. В какой раз момент ей вот этой энергии не хватает. Потом получилось, что она написала, Киев, оказалось, что в этот момент, как прошла операция, сердце останавливалось у сестры. И вдруг она не с того стала работать. Не с того, откуда с вас энергия непонятно. Вот там и Гриша распутит. Она пишет, что что о нем говорить теперь? Теперь насчет того, что тут написано. Насчет нашего жречества. Вы знаете, жрецов-то ведь не много всегда. Это ведь попов можно тысячами готовить, их можно штамповать. А жрецов всегда очень мало. Вот воинское высшее сословие, оно выходит из первого высшего сословия трушников. Войнов можно готовить. И Сталину удалось. Он поднимал до воинского сословия несколько человек. Он поднял, например, того же Жданова. Он поднял до понимания мира. Правильно человек рассуждал, правильно работал. До этого Киров, конечно же, в Средней Мерусе был очень серьезный. Человек тоже жил, как и Сталин, ничего не имея, с запазухой гроша личного. И ему удалось поднять до этого, ну, дознамоинство со слове «помочь Берии поднять». Но Берий и сам был мужик-то ведь непростой. Он бросил даже свой пост. Первый секретаря уехал учиться в институт строительства, чтобы получить высшее образование. Образование для него было дороже его власти. Понимаете, почитайте его в биографии. Берия, это был великим человеком. Это удалось. А жрецы, они должны прийти. Жрец, это его поднять. Да, можно. Это очень серьезный процесс. Если человек за 100 лет зашкаливает, воин за 100 лет, да, в Мургус приходит, он может перейти в рампотворнику. Потом стать жрецом. Но это требуются годы тренировки. Потому что психофизика, управление силами болями, управление, так сказать, вот, информационными болями, связь с информационными болями, это серьезнейшая вещь. Это очень трудный процесс. Освоить это может только упертый человек, под который действительно не ради себя, а вот пытается ради своего народа подняться на уровень какой-то и служить. Вот Старин пришел сразу. Чего я? Он 21 декабря родился. Сейчас пытается убрать, что не тогда. Он 21, правильно? Это в солнце ворот родился. Вот именно в это время рождаются жрецы. Да, вот как раз в крупный праздник. Еще был год родился, допустим, 21 июня. То же самое, да? Он ему полупроще. А вот этим-то труднее. Поэтому жрецы, как правило, как большинство из них, они рождаются. Их немного приходит. Если на Россию было, там, может быть, десяток жрецов. Да, они были крепкие, сильные. Но их можно было уничтожить даже, как и людей. Представим, мы же уничтожили. Уничтожили. Мы долго пытались, долго старались, но добрались до него. Где-то какая-то ошибка случилась, и все. Поэтому жрецовка, и там тем более еще темный вид начали подготовку к перевороту в Гаруси. Очень давно. Они не менее тысячи отготовились были. Все было продумано. Все было сделано. Сама миссия Ольги. Вы читали третью книгу, там я ее немножко коснулся от Ольги. Я хочу отдельно потом на этом остановиться и написать. Хочу отдельную книгу насчет Ольги. Видите, это же была фигура неоднозначная. Она уничтожает. Вот по всем данным, она и Олега уничтожила. Именно Ольги. Больше некому просто. Придя к власти в Киеве, она уничтожает своего мужа. Сейчас уже это доказано. Уже летописи, не наши летописи, но летописи скандинавские, византийские говорят, что Ольги на работу она уничтожила. Игоря, Игорь-то был серьезный человек. Он был, во-первых, ею предан, и потом уничтожен. Да и я, они его спасали, они его не уничтожали. И тогда мы пытались его спасти. Вот как получилось-то. Вы читайте третью книгу, там мне же все хорошо показывали. Там летопись есть, на которую я ссылаюсь. И это подготовка, это серьезная подготовка. А потом, Владимир, откуда он появился? Вот все это наследие. И фактически получается, что? Что на Святославе Великом завершается род Рюрикевича. Вот центральная ветвь Рюрикевич завершается на Святославе Великом. Потому что дети, дети, это вот Олег, Яропол и Владимир, это дети не Святослава. Это не Святослава дети, это дети непонятно кого. Это того, о ком мы просто не знаем. Он вынужден был их усыновить. Он их усыновил. Он был слишком малолет, уже молодым в Владимире. У него детей-то не могло быть. В то время отдавали в жители мужчину только после тридцать трех лет. А он двадцать восемь уже умный. А у него Яропол был уже взрослый. Он ему кричатку красавицу привез в жены. Как он мог в одиннадцать лет, что ли, уже ребенка организовать? И с кем? Вот тут такие вещи. Вы читайте третий период, это уже разговорка хорошая, уже идет. И не по нашим летописам, а по болгарски. Там болгарская летопись, по-моему, у меня. Скандинавская летопись есть. Вот такие вот пироги. Здесь получается, что потом князья нормальные пришли. Они были, Владимир Мономар был. Это другие князья. Это то, что мы не знаем. Это вся генеалогия князей, все обтереврана. Это были подлоги Тругора и Синеуса, братьев Рюрика. Это тоже были Рюриковичи. Но это не сам Рюрик был. Это вот эти линии. Это линия Изборска и линия Стареладови. Вот откуда потом появилась нормальная группа князей. И сам Иван Грозный это хорошо знал. Вот отлично. И он стыдился, Иван. Он, интересно, что Иван Грозный, он гордился, что он казачьего происхождения. Его, как Мария, как-то нагая. Да, она казачьего. Она казачьего, там она дочь была. Его, его это самое, мать. А по линии Рюриковича он стеснялся. Вот это линии, понимаете? Иван, он серьезный человек, он знал, кто он такой. Гордился казачьим происхождением.